Виталий, приветствую тебя! Очередная встреча, понедельник, открываем неделю. Есть возможность поговорить о событиях, которые впереди. Разумеется, друзья, стараемся для вас, делимся информацией, разными точками зрения. Ну, очень часто у нас с Виталием, кстати, совпадает точка зрения относительно перспектив финансовых активов. Поэтому прислушивайтесь тоже, фильтруйте информацию. Чем больше источников данных, тем лучше. Контролируйте риски, это всегда очень важно, особенно на очень активном рынке и довольно часто непредсказуемом, потому что мы видим, какие движения происходят за очень короткие промежутки времени. Вот золото, очень хорошее подтверждение этого, умудряется ходить по 20-30 долларов даже в рамках одной торговой сессии. Конечно же, в таких условиях, насколько бы вы не были уверены в направлении вашего технического анализа и даже фундаментального, нужно все-таки допускать, что все может произойти не так, как хотелось бы. Ну что, это неделя. Впереди протоколы. В среду последнего заседания американского регулятора также стоит отметить блок статистики по штатам. Это годовые данные по ОВП. В четверг, в пятницу личные доходы, личные расходы. Ну, в общем, статистики будет куда больше, чем было на прошлой неделе, хотя прошлая неделя нас не дала нам возможности скучать, потому что были данные по инфляции и потребительским ценам, и производственной инфляции. И на основании тех отчетов, которые вышли на прошлой неделе, конечно же, сейчас есть определенное прояснение, что ли, того, как американский регулятор может действовать дальше. В свете того, что вмещенным выражением был все-таки зафиксирован значительный скачок инфляции и основной, и базовый. И даже вот последние релизы по производственной инфляции подтвердили то, что в январе цены неплохо-то и подросли. И если чуть-чуть, опять же, порассуждать на эту тему при сохранении таких темпов, конечно же, нужно допускать, что в плюс может выйти и годовой показатель. И если это случится, то тогда всем придется снова спекулировать на идею агрессивного подхода Федрезерва к той политике, которую он проводит. Под агрессивным подходом я даже подразумеваю не просто повышение процентной ставки, а повышение ее теми темпами, к которым мы некоторое время назад привыкли, но нам пришлось быстро отвыкать. Это 50 базисных пунктов. Сейчас, после того, как вышли данные по инфляции, как я уже отметил, во всех проявлениях трейдеры закладываются по 3 повышения процентной ставки на каждом из последующих заседаний. Это в марте, в мае и в июне. В совокупности, если это будут скромные шаги по 25 базисных пунктов, ставка с текущих 4,75 вырастет до 5,5%. Как все это отразится на финансовых рынках? Ну, если говорить, полагаясь, наверное, на логику и экономическую теорию, которая прописана во всех учебниках, то такая ставка, безусловно, должна поддержать курс национальной валюты, индекса доллара, потому что такая ставка заставит стримить сверхдоходность американских облигаций, которые вытащат доллар. И при потенциальном росте курса доллара, конечно же, я сейчас не берусь осуждать о том, что это могут быть максимумы, которые мы видели по индексу американской валюты в конце прошлого года. Я думаю, что таких уровней уже не будет. Но допускаю, что индекс доллара может на волне вот этих ожиданий повышения ставки достичь 180-110 пунктов. И при таком раскладе рисковые активы, в том числе и фондовый рынок, могут пережить какой-то период турбулентности и уйти на развитие нисходящей динамики. Давай к демонстрации экрана. У меня как раз индекс доллара открыт. Ну, по поводу того, что ты сказал, максимум, которые были в прошлый раз, по индексу доллара 115, я думаю, что будет просто нужно время. Кто-то ранее не верил, там, некоторые аналитики, ну, есть один аналитик, который прогнозировал доллар-рубль по 150-200, никто не верил. Ну, мы его получили, да, в прошлом году. Поэтому и по индексу доллара, те цели, которые ты ранее ожидал, да, 115, я думаю, что мы их увидим, ну, нужно чуть подождать, возможно, там, квартал-два и более в долгосрочной перспективе. Ну, и я думаю, что мы и выше увидим, там, 1.20-1.25. Ну, да, время покажет, тем более, что у нас есть возможность с тобой увидеться каждую неделю, будем уточнять, оценивать, переоценивать, смотреть на движение этих инструментов с учетом поступающего фундаментального флота. Ну, а пока, что у нас есть на текущий момент? График уже видно, да? Да. Отлично. Индекс доллара 103.73. Это не максимум, который мы наблюдали еще в пятницу, до того, как рынок ушел на локальный коррекционный откат, максимум были в районе 104.50. Ну, так, немножко с натяжкой. Сейчас чуть-чуть откатили. Но, в целом, были ли основания для вот этих вот коррекционных настроений? Ну, наверное, это, наверное, они были. Потому что после мощного локального восходящего движения вполне логично, что наступает коррекционный откат, особенно если коррекция совпадает с торговой сессией пятницы. И когда еще, рассуждая и смотря на горизонт следующей недели, еще случается так, что на понедельник выпадает выходной, как вот, например, сегодня, то затяжные выходные вполне возможно, что фиксация сделок приводит к коррекционному откату. Изменился ли фундаментальный фонд? Нет. Он остался по-прежнему позитивным для доллара, потому что копия с макроэкономическими данными, которые я назвал, были еще и комментарии представителей Федрезерва, Лоретты Мейстер, Джеймса Булдарда, которые поддержали идею того, что инфляция все еще высокая, и чтобы она стала контролируемой, американскому регулятору нужно активно повышать ставку. Сейчас просто уже какой бы источник информации мы не начали копать, не стали бы копать, везде будет разговор о том, как быстро ставка достигнет 5,5%. Но тут уже никто не знает, наверное, у каждого своя точка зрения есть. Я, к примеру, допускаю, что на мартовском заседании ФРС уже сразу поднимет ставку на 50 байсных пунктов, особенно если февральская инфляция будет сопоставима значениями января, то есть хотя бы в месячном выражении мы увидим мощный их прирост. Поэтому с точки зрения фундаментального фона, на который я опираюсь, я не вижу причин сейчас для снижения курса индекса доллара настолько, чтобы индекс доллара вернулся к минимуму, который мы наблюдали в конце января. Нет, наверное, при таком фундаменте это было бы очень странно. Поэтому я жду протоколы, надеюсь, что они по содержанию будут без каких-либо отклонений, точно такими же, как итоги самого заседания американского регулятора, который мы имели возможность разобрать две недели назад. И это еще раз напомнит трейдерам, почему американская валюта может оставаться в траектории роста. Я рекомендую держать длинные позиции и ждать все-таки пробоя сопротивления 105 пунктов и закрепления выше. Что касается рисковых инструментов, среди рынка Форекс у меня есть фунт, который, я считаю, что останется точно аутсайдером валютного рынка еще на долгий период времени. Но единственное, что да, был откат после теста поддержки 1.20, хотя я призывал еще, когда пара фунт-доллар подступала только к этому уровню 1.20, быть уверенными в том, что этот тест произойдет, и он должен оказаться успешным. Потому что общая фундаментальная картина по британской экономике сейчас тотально за то, чтобы фунт был аутсайдером из-за затяжной рецессии, из-за слабых макроэкономических данных и, по сути, бесполезности усилий Банка Канады, которые направлены на контроль от инфляции. Мы знаем, что Банк Англии активно повышает процентную ставку, а инфляция остается выше 10%. И ровничные продажи, кстати, которые вышли в пятницу, многие их интерпретируют как позитив, потому что ровничные продажи оказались лучше прогноза. Да, это так. Но если зайти к анализу ровничных продаж с точки зрения того, как они связаны с инфляцией, нужно понимать, что если ровничные продажи активно растут, это свидетельствует о том, что экономика находится уже в инфляционной ловушке. И высокая инфляция не тормозит потребительскую активность. То есть инфляция стала самоподдерживающимся механизмом. При такой рознице индекс потребительских цен в Англии, на мой взгляд, точно останется выше 10%. И как только это осознание, наверное, придет, то Банк Англии будет вынужден еще более активно повышать процентную ставку в экономике, которая и так остается в рецессии. Что будет, время покажет, но я думаю, что кризис уже начался. И я полностью солидарен с прогнозом Сити и САКС о том, что пара фунт-доллар легко может вернуться к отметке 1,1 или даже паритет. Ну, паритет это, возможно, слишком. Ну, 1,1, да даже 1,1, это тысяча пунктов с текущих уровней, это серьезное движение. Но фунт может показывать мощные движения за короткие промежутки времени, и мы в этом могли убедиться уже не раз. Что касается, поэтому, что касается сделки по паре фунт-доллар, я рекомендую дождаться теста поддержки 1,20, шортить уже с целями 1,18 и 1,17. Так, рынок нефти, локально мы видим развитие восходящей динамики, 83,82 доллара за баррель. Я сторонник того, что нефть скорее вырастет на фоне той фундаментальной поддержки, которая идет еще с прошлых неделей, даже месяцев. Это риск дефицита предложения, который многими сейчас недооценивается. Но при таких темпах сокращения предложения за счет сокращения поставок из России все-таки о дефиците придется заговорить, который может стать причиной буста для Brent и для WTI. Я полагаю, что снижаться нефти на одних лишь запасах в США, как триггер распродаж на прошлой неделе, запасы серьезно выросли, и бензина, и нефти в целом. Но такие отчеты оказывают как косрочный эффект. Поэтому дальнейшей базы для развития нисходящей динамики, на мой взгляд, нет. Ну, разве что доллар, но нефть не всегда реагирует полностью на то, что происходит с долларом, поэтому здесь я предлагаю завязать идею именно на риски дефицита предложения, который, конечно же, позитивный для котировок нефти. Вот на этих активах давай тогда остановлюсь сегодня, тогда в следующий раз мы поговорим о других инструментах рынка Форекс. Но я думаю, что достаточно, учитывая, что впереди все-таки блок данных, которые повлияют на доллар, который я и рассмотрел. Виталий, слово тебе. Так, всех приветствую. Я бы еще добавил по поводу, да, ты отметил, что очень важный блок новостей на этой неделе, скажем, там Европа, США и другие страны очень много будет, поэтому волатильность будет сильная прям с понедельника по пятницу, да, то есть прям под целый аккорд. Ну, я бы еще отметил очень важный поток новостей, которые будут происходить не только в экономической сфере, а еще в, скажем, такой политической, стратегической сфере. Будет много заседаний, как и в Европе, в России, скажем, в ООН, и поэтому там тоже могут быть какие-то сюрпризы. И нужно быть аккуратным на рынке, может сделать какие-то сильные движения, поэтому аккуратно. Что касается там нефти и других каких-то деривативов, фьючерсов, на это стоит обратить внимание. Дальше по рынку давай пройдусь. Сначала отмечу те идеи, которые я в прошлый раз говорил, давал совет, и дам какое-то новое видение по рынку. Оно такое смешанное у меня на текущий момент. В прошлый раз я с тобой аналогично работал на рост индекса доллара. То есть я советовал покупать все, что выше, условно, 102. Вот здесь был такой достаточно сильный уровень поддержки зеркальной. Мы его неплохо отработали. Цели я ставил в район 105. Плюс-минус мы их практически сделали. Не нужно думать, что прям если там назывались цели 105, то мы их должны прям добить. То есть какая-то прибыль неплохая была по данному инструменту. Я как раз в пятницу во второй половине дня вот с своим учениками, подписчикам говорил, чтобы основную часть закрыть позиции, потому что пятница нужно фиксировать профит. Как ты отметил, длинные выходные рынки могут скорректироваться. Удачно так позакрывали частично. И на текущий момент, что касается конкретно индекса доллара, я не исключаю какое-то коррекционное движение по данному инструменту до ФРС, возможно, в район снова 102 и потом движение наверх. Возможно, это коррекционное движение будет небольшим. Всего там условно 0,5 пункта и потом наверх снова в район 105. Это рынок покажет, поэтому возможно, рискованно работать на коррекционное движение спекулятивно по индексу доллара вниз и посмотреть по факту, куда оно приведет. И при появлении каких-то сигналов на покупку я бы рассматривал дальше в лонг индекс доллара. Также давал блок рекомендаций по восточным валютам, условно восточным. Там японская иена была рекомендация. Вот этот инструмент практически лучше всех отработал. Добил основные цели. Это 134,6. Как раз в понедельник я говорил о покупках. Мы даже сделали еще небольшую коррекцию во вторник. И можно было здесь прикупить и неплохо заработать. Дальше новозеландский доллар аналогично и австралийский. То есть это один, так скажем, меридиан, где вот эти валюты находятся. Вот эти инструменты неплохо скорректировались на рост доллара. Дальше по нефти. Нефть я активно на прошлой неделе продавал. То есть на своем YouTube-канале я как раз делал обзор где-то в среду, если я не ошибаюсь, или во вторник. Вот в районе там 85-86 советовал шортить. Я рассматривал шорт по данному инструменту среднесрочно. На обновление вот этих всех минимумов, которые были в текущем месяце, в прошлом, позапрошлом. Но мы вошли в шорт с ребятами. Часть зафиксировали на вот этом проливе в пятницу. И на текущий момент у меня появился такой вариант тоже покупок, как и у тебя. Мне нужно подождать там несколько дней, чтобы они подтвердились. Если будет поглощение пятничного пролива, который был по нефти, то с коррекцией я дальше буду рассматривать покупки на обновление максимума, которые были в текущем месяце, в прошлом месяце. И где-то в район, возможно, там 95, а то и под 100. То есть пока жду сигнала. Если он появится, покупать шорты сработают по безубытку. Оставшуюся часть. И дальше буду рассматривать покупки. То есть где-то в район там 85-86 поглотить пятничный пролив, желательный четверга. И с коррекцией рассматривать покупки. Здесь плюс. И у меня аналогично, как и у тебя отмечено, что у нас есть такой локальный восходящий тренд. И мы как-то в этой зоне уже второй раз забуксовали. Дальше, чтобы еще отметил. По золоту аналогично советовал шортить в понедельник прошлый. В принципе, мы неплохо отпадали по данному активу. И на текущий момент аналогично, как и по индексу доллара, не исключая какое-то коррекционное движение наверх, с дальнейшим проливом вниз. Но стратегически, кто работает по золоту, то у нас, в принципе, такие неплохие и вкусные, так скажем, цены для покупок среднесрочного на обновление 2000 долларов, 2100, возможно, и выше. Будет ли это с текущих? Мы, в принципе, неплохую коррекцию сделали. Или еще прощупаем 1800. Там можно даже подобрать. И дальше работает на рост. Поэтому пока не исключаю коррекционные движения, как по индексу доллара и по золоту. Еще были, так скажем, комментарии. У нас под прошлым видео вопросы по двум акциям. Это Intel и Coinbase. Сейчас я посмотрю их. Видно сейчас график показывает Intel. По поводу Intel. Если глобально рассматривать, то здесь, конечно, нисходящий сильный тренд. Если нужно поконкретнее ставить вопросы, вы там покупки рассматриваете или шорты. Как по мне, здесь пока покупками не пахнет. У нас сильное развитие еще с прошлого года, как по большинству акций американского рынка. Сильный нисходящий тренд, коррекционное движение. И пока что рисует рынок на текущий момент, возможно, пробитие вниз и дальнейшее снижение. Если говорить о покупках, то я бы подождал ретеста уровня 31. Мы его уже два раза формировали. Если мы к этому уровню подойдем, смотреть модель на пробой с небольшим стоп-лоссом. Возможно, будет пробой 31, если нарисуется. То рассматривать покупки в район 35-45 и так далее. И по другой акции Coinbase. Там аналогичная практически картинка. Сейчас, секундочку, где-то она у меня. Где-то в разделе крипты. Вот Coinbase. Это, скажем, биржа такая, кто не знает. Американская, достаточно сильная. На сегодня она конкурент Binance, китайской биржи. В чем плюс Coinbase? В том, что она чуть-чуть регулируется на американском поле. Поэтому с ней безопаснее работать. Здесь аналогично. То есть нисходящий сильный тренд. Это что-то наподобие. Она прям копирует котировки биткоина. Так скажем, да. Сильный нисходящий тренд. Сейчас коррекционное движение, как и по биткоину. Я свое глобальное видение по биткоину на YouTube-канале записывал. Что глобально жду шорт. Не исключаю какие-то локальные росты и по данной бумаге. Если спекулятивно работать, не исключаю, что мы можем протестировать уровень 110. Ну, с текущих это, конечно, неплохой профит. Поэтому если даже и покупать бумажку, то с стоп-лоссом где-то за прошлонедельные минимумы в районе 50 сейчас можно поднакопить. И, возможно, у нас еще произойдет коррекционное движение. Но глобально, если рассматривать на ближайший год-два, то простое коррекционное движение на дальнейшее обнуление данной акции. Как и по биткоину. Я не исключаю, что биткоин в долгосрочной перспективе. Если совпадут все звезды, то мы сделаем 4000, а то и около 500 долларов. Потому что если с теории, так скажем, волового анализа смотреть, что если цена корректируется на глобальный тренд, то она идет в зону коррекционных волн, которые были в прошлые периоды. Самые крупные коррекции это в районе 4000, условно 4-5 тысяч, это минимум 19-20 года. Ну и дальнейшее падение. Это при условии, что у нас реально 23-я, вторая половина, 24-й наступит сильная рецессия. Я думаю, что она наступит. Поэтому глобально, если говорить, то здесь шарты. Локально возможно какие-то отскоки ловить по данной бумаге. Ну и еще можно там несколько криптовалют, если интересно, кому-то... Я длинный обзор не буду делать, там есть очень хороший монет. Ну да, как раз, а то мы уже почти полчаса. Да, если кому интересно, Dogecoin еще может, хотя он как-то в последнее время дохленько ходит, вот его можно прикупить, он еще может обновить локальные максимумы в районе 0,099 и 0,11, так скажем. Вот как-то из Solana, в принципе, возможно, идет на пробой 25-26 и могут затянуть в район 40, плюс-минус. Виталий, спасибо тебе большое за комментарии и по фондовому рынку, и по рынку криптовалют. Ну что, следим. Еще раз отмечу, что неделя будет действительно интересной. Протоколы, куча статистики по штатам, соответственно, движение по доллару, по облигациям, по рискам, активам. Контролируйте риски, следите за загрузкой депозитов, как всегда это важно. Виталий, тебе большое спасибо, что смог найти время, подключиться. Обсудим тогда, где рынки будут уже в следующий эфир, это в следующий понедельник. Спасибо тебе. Все, удачи, пока. Спасибо.